Всем привет! Меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал! Это будет видео о книге и о книге Рэнси Морикза «Дом странных детей». И как вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, я, пожалуй, как всегда начну с оформления. Во-первых, выглядит она достаточно так жутковато, я бы сказала, но почему-то на камере она выглядит такой, знаете, плотной такой, правда, книгой, а тут на самом деле она очень легкая такая, на самом деле не такая уж и большая. И, ну, не знаю, я когда увидела, я почему-то ожидала увидеть что-то другое. На картинке изображена девочка, которая летает, и сама книга оснащена различными фотографиями, которые, между прочим, очень даже кстати подходят в эту книгу, в этот рассказ. Тут очень много разных фотографий, да, собственно, и в конце книги предоставлены коллекционеры, которые собирали эти фотографии, и сами, собственно, названия фотографий. То есть это все было на самом деле, все такие фотографии сделаны, но они, конечно, не так, чтобы прям, да, существовал такой человек, который летает или, вот, допустим, который поднимает камень, то есть видно, что это все бутафорское, конечно, но сам сюжет этой книги очень хорошо переплетается с этими фотографиями. Если вы посмотрите вот так, то здесь она такая с красными такими краплениями страничка. И получается, что каждая глава, она тоже такая же красная, и тут все красное. В общем, выглядит она достаточно мистически, достаточно жутковато, но при этом слегка я бы сказала по-детски. Но это с хорошей стороны, если говорить слово по-детски. В самой книге рассказывается о мальчике, у которого есть очень странный дедушка, который рассказывает ему разные истории, и в том числе истории о своем детстве, и о пансионате, как это называется, в том числе, доме, в общем, в котором он жил, в котором он учился, такой, как, скажем, детский дом. И в этом доме были странные дети, и мальчик в это не верил, он думал, что это всего лишь обычные сказки, которые рассказывают нам дедушки, бабушки. Но когда мальчику исполнилось 16 лет, когда дедушка сошел с ума, то наш мальчик начинает верить все эти истории, и дедушку убивают, и ему надо узнать вообще, что случилось, почему, и почему дедушка бредил, и, может быть, эти сказки, это правда. И ему приходится уезжать в город, где живет дедушка, точнее, где он жил раньше, где он воспитывался, и там он узнает очень-очень странные вещи, которые вот просто настолько переплетаются с самой историей, что ты сидишь вот и просто... как, вот в таком ощущении. Вначале книжка немножко занудная кажется, но вообще сама суть, она очень хорошо вот именно цепляет. То есть я когда сидела, я сидела не отрываясь. Я эту книгу прочитала за один день, и она читается очень быстро и очень легко. История не закончена, то есть нету такого, как явного продолжения, нету концовки, то есть ни того, ни того. И это очень хорошо, потому что можно дальше допридумывать самим какие-то обстоятельства, которые случились с нашими героями, их потом становится несколько. В общем, это просто вау. Я сидела и улыбалась, когда читала эту книгу. Конечно же, сама история вкратце будет переходить описание именно в сороковые годы, когда шла война. Но сама история происходит в наше время. В общем, вы там дальше сами все поймете. Если вы еще не читали эту книгу, то обязательно прочитайте, если было так подросток, как я. Я уверена, вам эта книга понравится. Я думаю, что она подойдет и взрослым. То есть читать его можно вообще с любого возраста. Поэтому я думаю, она подойдет и взрослым, но мне написали в комментарии на рецензию на Лайфиби, что взрослым эта книга, кажется, уже такой интересной. Но я не знаю, я не могу судить, потому что я считаю себя ребенком. И да, тут уже, конечно, на усмотрение каждого, но мое мнение, она подойдет всем. Это очень интересная, захватывающая книга. И я обязательно оставлю ссылку на рецензию, в которой немножко больше информации и немножко есть информация, которую я вам сейчас рассказала, а там нет информации, которую я вам сейчас сказала. В общем, мое видео и рецензия, они дополняют друг друга, так что, если хотите, если вас это интересует, ссылка будет, конечно же, внизу. И да, я думаю, что это все, что я сегодня хотела вам рассказать. Еще раз покажу вам эту обложку, потому что, ребята, она сумеет. Тут сзади, я верю, даются иллюстрации немножко. Читать книгу и смотреть картинки. Вот, допустим, описывают какую-то женщину, и картинка этой женщины. Описывают там летающую девочку какую-нибудь, допустим, вот эту картинку летающей девочки. И это все настолько переплетается, и это так вот прям слаженно все делается, что прям просто вау. Но немножко вот меня смутило, может быть, кто-то из вас знает, может быть, я как-то упустила этот момент. Тут даны, я вам уже говорила, названия и коллекционеры, которые собирают эти фотографии. Но я нигде в интернете не могу найти точно этих коллекционеров. Эти фотографии, может, какие-то другие, может быть, при каких условиях были сделаны эти фотографии или что-то в этом роде. В общем, если вы знаете какую-то информацию, где можно найти, почитать про эти фотографии, про этих коллекционеров, вообще вот про это все, то, да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да и вообще, пишите ваше мнение об этой книге. И, по-моему, у Радсфорикса больше нету книг. Если я ошибаюсь, опять же, исправьте мне в комментариях, напишите, если у него есть книги, как они называются. Я дальше буду знакомиться с этим автором обязательно, если, конечно, у него есть что-то еще. Ну, в общем, да, мне очень понравилось. И кто читал эту книгу, опять же, еще, напишите название книг авторов, которые вам напоминают по написанию, по сюжету, по какой-то... Даже не столько по сюжету, сколько вот именно по написанию эту книгу. Так, все. Я вас уже заболтала. Я думаю, что на сегодня это будет все. И да, всем удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok